Всем огромный привет! Рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Хельга. Сегодняшнее видео будет посвящено весеннему настроению, несмотря на то, что за окошком лежит снег. Так что наливайте чашечку чая, садитесь поудобнее и всем приятного просмотра! Масленичная неделя Начну с приготовления завтрака. Так как идет Масленичная неделя, я решила приготовить блины. И пока я буду замешивать свое тесто, хотела бы маленько рассказать о традициях наших предков в этот замечательный праздник. Итак, согласно народной традиции, в этой праздничной неделе каждый день имел свое название. Первый понедельник. Встреча Масленицы. В этот день наряжали чучелом и катали его на санях с песнями и плясками. Вторник. Заигрыш. В этот день молодежь каталась на санях, парни выбирали себе невест. Среда. Лакомка. В этот день зитья ходили к тещам на блины. Четверг. Разгуляй. Главным занятием этого дня было взятие снежной крепости. Пятница. Тещины вечерки. Тещи отправлялись со всеми своих дочерей. Зять лично приглашал к себе тещу, кланяясь в пол. Суббота. Посиделки у Золовки. В этот день жены приглашали сестер мужа на посиделки. Далее они шли кататься на санях. Ну и, наконец, воскресенье. Проводы Масленицы. И прощенное воскресенье. В этот день было принято просить прощения за былые обиды и сжигать чучело. Вот такие вот замечательные традиции были у наших предков. Некоторые сохранились и по сей день. Интересно, какие традиции соблюдаете вы в ваших семьях? Пишите, пожалуйста, в комментариях. Тем временем я уже сделала тесто и начинаю печь блины. Пишите, пожалуйста, в комментариях. Пишите, пожалуйста, в комментариях. Пишите, пожалуйста, в комментариях. После того, как всех накормила, решила переделать вот эти вот кашпо. У меня они в виде леек в зеленом и белом цвете. Покупала в магазине FixPrice. На мой взгляд, выглядят маленько скучновато и чего-то не хватает. И я решила вот на эти вот места сделать докупаж. Для этого я взяла вот такие вот распечатки. Делала я их на лазерном принтере в зеркальном отражении. И мы с вами будем сейчас их сюда клеить. Для этого беру клей. У меня специальный для докупажа. Можно взять обычный ПВА. Развожу маленечко водой. Наношу на поверхность и на саму картинку. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжаю тему садоводства. В кашпо я решила посадить салат обычный из магазина. После того, как я его обрезала, поставила стаканчик с водой. Вот такие вот листочки. Он уже вырастил. Делитесь в комментариях, кто так же, как и я, садит все, что ему попадет под руку. Мне будет очень интересно и приятно знать, что я не одна. Ну а я двигаюсь дальше. После того, как моя картинка просохла, это заняло около 30 минут. Я беру, смачиваю пальчики водой и начинаю скатывать лишнюю бумагу. Чтобы у меня получился вот такой вот результат. Существует еще один способ, как можно приклеить наклейку к поверхности. Сейчас я этот способ вам покажу и расскажу. Для этого нужно взять картинку, уже обычную, не отзеркаленную. Наклеить ее на скотч, вырезать и замочить минут на 5-10. После истечения времени достаем свои картинки и начинаем пальчиками скатывать лишнюю бумагу. Мне кажется, этот способ гораздо легче, чем первый. Ну и так как это скотч, он достаточно легко клеится к поверхности. И если вам надоест данная картинка, либо надпись, вы с легкостью можете ее поменять на другую. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Далее беру отрез ткани. Я решила сделать топперы. Для этого беру выкройку, в моем случае это птичка, подкалываю булавками и начинаю вырезать. На самом деле можно взять любую выкройку, будь то сердечки, будь то зайчики. И одинаково красиво будет смотреться это в кашпо. Субтитры сделал DimaTorzok. Сшиваю две половинки, оставляю место для выворачивания и наполняю синтепоном. Далее вклеиваю бамбуковую шпажку, либо палочку от суши и зашиваю то место, через которое мы выворачивали нашу игрушку. Затем можно приступить к украшению наших птичек. Для этого можно взять различные ленточки, бантики, бусинки, цветочки. Я же буду брать джутовую веревку и пуговички в виде сердечек. Балтики, баспорт и цветочки. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Сначала одной птичке я хотела добавить немного перышков, но потом вспомнила, что у меня есть кот, и делать этого не стала. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Вот такие вот замечательные птички у меня получились. Яркие, красочные, нарядные. Их можно использовать не только как топперы в кашпо, но и украсить ими свою пасхальную композицию. Даже, я думаю, можно украсить кулич. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Надеюсь, это видео было полезным. Я бы хотела знать ваше мнение. Пишите его, пожалуйста, в комментариях. И до новых встреч. С вами была Хельга. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok